Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение и я, Евгений Монрахович. Вот и наступает генеральная репетиция чемпионата страны. Международный турнир посвящен Дню Народного Единства. С 12 по 14 сентября физкультурно-оздоровительные центры Полесья-Арена принимала волейбольный турнир, организованный первичной профсоюзной организацией Мозорского нефтепроватывающего завода. Турнир, посвященный Дню Народного Единства, который празднуется в нашей стране 17 сентября. Этот турнир объединил по своими знаменами три команды – белорусские дружины, Мозорья-Жемчужина Полесья, Гомеля-Надежду и команду Брянска. Все они предстали перед зрителями на церемонии открытия, и мы, несколько нарушая хронологию, сразу перенесемся в пятницу, 13 сентября. Наш город снова в преддверии чемпионата страны стал свидетелем международного соревнования. И пусть это только начало возобновления доброй традиции, дальше будет лучше. Хотя и данное перенесло было довольно привлекательно для болельщиков. Мозорскому району не привыкать принимать международные соревнования, а тем более такому прекрасному залу, как Полесья-Арена. Вот мы начинаем, скажем так, новую традицию, принимаем здесь волейбольные матчи. К нам приехали россияне, наши друзья и братья из Брянска. Поэтому сегодня постараемся сделать все для того, чтобы было комфортно играть, чтобы было комфортное судейство. Ну и чтобы в первую очередь девочки подружились, познакомились. Ведь накануне праздник День народного единства, прекрасный праздник. Мы все его ждем, будем отмечать, в том числе и сегодня на этой площадке. Для Брянска команда это были первые игры сезона 2024-2025. Мы сюда приехали не только занять первое место, но и набраться опыта перед нашими соревнованиями. Наша команда мастеровитая, надеюсь, мы покажем это нашим болельщикам. Приятно, что наши гости не забывают рассказывать про любимый волейбол подрастающему поколению, в том числе и в интервью. И, как нам показалось, российские спортсменки остались довольны жемчужным гостеприимством. Я, конечно, всем бы посоветовала заниматься волейболом. Это очень интересный вид спорта. И также он интересен тем, что можно, как и сегодня мы приехали на турнир, можно найти много знакомств. Мне очень тут понравилось. Мы вот приехали, нас очень дружелюбно встретили. Несомненно, брянская команда под началом отца и сына Толченых украсила собой турнир. Мы участвуем в высшей лиге «Б» чемпионата России. Но, раз такая уж возможность появилась, не примену сказать, что в этой команде выросли две сборницы России по пляжному волейболу. Участницы чемпионата мира Европы. Одна из них участница двух олимпиад Лондона и Рио-де-Жанейро. Чемпионка универсиады в Казани. Ну и Бирлова-Хомякова Катя. Поэтому мы гордимся тем, что в этой команде все-таки, хотя это не классический пляжный волейбол, но тем не менее, а вообще у нас тоже хороший спортивный комплекс, как и у вас, великолепный комплекс. И задача у нас стоит, если не в этом году, то в ближайшем будущем выйти на ступеньку выше, подняться. Поэтому мы вот из этих целей и исходим. А что касается этого турнира, мы очень довольны. Мы не то, что мы всегда с Гомельской областью всегда держали определенную связь, но в последнее время потеряно было. Но тем не менее, раз предоставилась такая возможность в Мозыре, на первый взгляд, очень понравился город, понравились организаторы, все добрые в гостинице и в спортивном зале. И поэтому великолепно все. Будем надеяться, что этот турнир станет традиционным и привлечет внимание не только нашей команды, а довольно-таки география его расширится. Действительно, как здорово, что эта традиция, международный турнир в преддверии чемпионата страны возрождается. И надеемся, что уже в следующем сезоне квартет команд предстанет перед благодарными болельщиками. Но то дело будущего. Пока же обратимся к состязанию 2024 года и предоставим слово его участникам, игроку и представителям судейского корпуса, спортсменке и ее первому тренеру. Очень радует, что моих четыре игрока, скажем так, выпускники, сейчас являются членами нашей взрослой «Жемчужины Полесья». Это Катя Чиховских, Катя Христенко, Настя Павлюк и, естественно, Катя Коротного. Что хочу сказать именно, что касаемо этого игрока. Этот человек всегда шел к своей цели, никогда не останавливался, несмотря ни на боль, ни на слезы, ни то, что получается. Она всегда шла к своей цели. Поэтому я считаю, что это все заслужено, и я желаю ей в дальнейшем только успехов. Конечно, я очень благодарна Юлии Константиновне, так как она меня вырастила в волейболе, и я всегда очень старалась выйти к той цели, чтобы играть в «Жемчужине Полесье», и Юлия Константиновна мне всегда в этом очень помогала и поддерживала. Как и Катя Ротного, 2006 года рождения, Настя Павлюк, еще одна воспитанница Юлия Константиновна в «Жемчужине Полесье». Сегодня Павлюк – одна из ведущих волейболисток нашей профессиональной команды. Я считаю, что этот турнир – это очень большой опыт и для нас, и для всех остальных девочек. Надеемся, что этот турнир поможет нам подготовиться к чемпионату. Тут же и сегодняшняя воспитанница отделения волейбола спортивной школы Мозорского нефтепрорабатывающего завода, которые помогают проводить матчи и учатся волейболу. Конечно, я смотрю на других волейболистях, особенно на нашу команду. Мечтаю так же играть, ставить блоки, подавать. Очень нравится это делать. Девочки учатся в специализированном волейбольном седьмом Е-классе средней школы номер 14. И пройдет пара-тройка сезонов, они при должном тренинге смогут усилить и нашу профессиональную волейбольную дружину «Жемчужина Полесье». Конечно, я бы хотела играть в профессиональный волейбол, но иногда у меня получается, иногда нет. Но мне нужно подработать прием, подачу, а так все получается. Мне нравится то, что спортсменки всегда поддерживают свою форму, и спортсменки всегда видны с толпы. Но «Жемчужинки» своим блеском не позволяют себе затеряться, где бы то ни было. И, конечно, игровые победы – вот главное отличительное, особенно сильной, успешной команды. Я считаю, что мы сможем победить, потому что мы достаточно сильная команда. Но другие команды тоже сильные, и тем волейбол интересен. После церемонии открытия на площадку вышли гумельская и брянская команды. Несмотря на все усилия надежды, представительница Российской Федерации оставили за собой все три партии 25-16, 25-18, 25-19. А гумельчанки завершили свое выступление на турнире, так как в первый игровой день, 12 сентября, они провели встречу с нашей «Жемчужной Полесье», которая недавно заняла третье место на турнире в Гродно и данной последней-то подготовке – чемпионату страны, который, как известно, стартует 21 сентября. С первых розыгрышей было видно, насколько славно подпечные Петра Владимировича Прохимчика настроились на это областное дерби, а вот надежда не была похожа на саму себя. Возможно, тому причина начала работы в новом сезоне, а может, «Жемчужная Полесье» набирает обороты. И что говорить, если первые восемь розыгрышей, как один, остались за мазарянками? Один из разящих ударов Яна Комаровой, которая прошлый сезон начинала центральной блокирующей, а в конце прошлого спортивного года переквалифицировалась на диагональную, как видим, небезуспешно. В принципе, бывали моменты, когда гости праздновали успех, но их было гораздо меньше, чем достижения хозяек физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». Вот, например, блок «Ротного» и «Павлюк», после которого гомельчанки не смогли продолжить розыгрыш должным образом. 16-7, 21-8 преимущество волейболисток Мозорского НПЗ было ощутимым. Завершилась первая партия после подачи Катерины Чеховских и ошибки наших соперниц 25-11-1-0 в матче. Вторая партия тоже носила характер предыдущего волейбольного сета, и приятно было наблюдать, как «Жемчужная Полесье» легко, словно на тренировке, доводило до ума большинство розыгрышей этой партии. Вот одна из успешных комбинаций «Алисейка», «Павлюк», «Неотразимая атака». Здесь аут от команды гостей делает счет 8-2 в нашу пользу. Отличный удар Василиса Ломановича, которая, если настроение, способна горы свернуть. И пусть надежда тоже, бывало, ставила наших волейболистов в тупик, здесь мяч на счету Юлии Пивовар. По-прежнему «Жемчужный» блеск был у этого матча, и к второй результативной отметке счет 16-8 лишь подтверждал вышесказанное. Кстати, стоит обратить внимание, что с этого сезона белорусские команды будут играть другим, нежели раньше мячом. Его легко распознать по рассветке. Впрочем, подробнее об этом попозже. Пока же вернемся на площадку. И скажем, что после экватора второй партии, когда счет стал 16-8, а потом 21-13 в нашу пользу, стало ясно, что к второму перерыву у болельщиков «Жемчужная Полесья» будет отменное настроение. Надежда, конечно, огорчалась, но делала выводы, вела учет своим удачным, неудачным действиям, и с помощью подрастающего поколения старалась систематизировать данные. Вообще, как нам кажется, гомельская дружина будет одной из сильнейших во втором по силам дивизионе отечественного клубного волейбола. Просто пока начало сезона, да и наша команда, что ни говорите, пристала на этом турнире во всей красе. Хотя, надеемся, дальше будет только лучше, стабильнее, ярче, результативнее. А пока хороший прием мяча в защите Кати Чеховских, передача Лизы Алисейко и хитроумный удар Ли Захаркевич. 25-14, 2-0 в матче. В третьей партии гомельская команда добавила поначалу. Добилась прогресса и в счете, хотя к первой результативной отметке преимущество нашей дружины было двукратным 8-4, да и к второму рубежу счет снова обрел привычные до на встрече очертания. 16-7 в пользу «Жемчужной Полесья». Но все-таки в гомельской надежде стоит высказать слова благодарности и поддержки. Эта волейбольная дружина, не сомневаемся, достойно представит Гомельскую область в первой лиге чемпионата Республики Беларусь. Отметим, что самая результативная волейболистская надежда в этом матче стала Варвара Климова. 11 очков. Обратимся к нашей дружине. И 12 баллам Екатерины Чеховских. 11 очкам Яны Комаровой, из которых 4 на блоке. Общей, целостной, интересной игре нашей волейбольной дружины. И завершающий розыгрыш, когда мяч подала Катя Чеховских. Гомельчанки постарались контратаковать, но Василиса Ломанович четко сыграла в защите. Катя Ротнова отдала хороший пас, а ее тезка Чеховских своим ударом завершила партию 25-10, матч 3-0. Есть первая победа в физкультурно-оздоровительном центре Полесья-Арена. Наши жемчужины в сезоне 2024-2025. Всегда есть над чем работать. Сегодняшняя игра, конечно, для нас была важна, потому что каждая игра важная, ценная. Здесь мы должны были поработать над своими недочетами, сделать как можно меньше своих ошибок. Я думаю, в целом получилась очень неплохая картинка. Но думаю, что будем в сезоне показывать неплохую игру. Каждый игрок нашей команды достоин самых добрых слов. Все были единым целым. Благодаря чему во многом игра Мазырянок стала такой яркой и результативной. Я считаю, что такие товарищеские игры очень важны, чтобы подчеркнуть какие-то свои недочеты в игре, по игре и на тренировках их исправить. Сегодняшняя игра прошла достаточно хорошо. Я считаю, что мы справились с задачей. Выиграли 3-0. Все девчонки молодцы. Всех поздравляю. Набирает обороты, впрочем, как и вся наша команда, Виктория Тычинина. Чувствующая, думаем, что жемчужный волейбол приобретает все более яркий блеск. Да, команда готовится к началу нового сезона очень усердно. Мы уже посетили турнир в Гродно. Отыграли заслуженно, я считаю, для начала, для нового состава. Также вот сейчас на родной арене встречаем Гомельскую надежду и город Брянск. Также для того, чтобы лучше подготовиться к этому сезону. Кстати, Виктория несколько сезонов провела в Гомельской надежде. И как оценивает игру для себя не чужой команды Тычинина? Я думаю, что сказывается различие в залах, так как в Гомельской надежде зал немножечко меньше. Плюс, возможно, девчонки еще не знакомы с новыми мячами, дорога, возможно, какие-то личные причины. Но, конечно же, наша команда сегодня была гораздо сильнее. Хорошо проявила себя и молодежь. Яркая представительница которой является волейболистка 2008 года рождения Настя Дордаль. Матч мне показался положительным, эмоции были, правда, не сказать, что очень много. И я довольна победой, но этот соперник был не особо сильный. Несмотря на то, что матч начинался в рабочий четверг в 5 часов вечера, болельщики практически заполнили трибуны уж точно. На первом домашнем матче нашей команды 28 сентября с Республиканским училищем Олимпийского резерва будет аншлаг. На что мы очень надеемся. Конечно, я жду болельщиков в разы больше, чем сейчас. Это хорошо, что сейчас пришло так много болельщиков. Я надеюсь, что в сезоне будет их тоже много и еще больше, чем сейчас. Беседу с главным тренером нашей команды мы начали с турнира в Гродно, где, напомним, «Жемчужна по лесу» заняла третье место. У нас есть пару игроков новых, пару игроков ушли у нас команды, поэтому, естественно, когда проходит турнир, мы хотим посмотреть, вынести из тренировочного процесса в игру, посмотреть, какие мы допускаем ошибки и над чем нам необходимо еще работать. Турнир в Гродно прошел, не считая, наверное, первой игре, то, в принципе, мы хорошо настроились на Барановича, разобрали их игру и у нас получилась с ними очень хорошая такая плотная игра, где мы победили 3-1. С Гродно, считая, не хватило, наверное, нам немножко все-таки класса, потому что команда в прошлом сезоне заняла второе место и практически весь состав они сохранили и на этот сезон, поэтому с ними было тяжеловато играть. Но вот новый турнир и здорово, что в преддверии чемпионата страны наша команда играет. И играет, заметим, все лучше и лучше. Да, нам необходимы эти игры и хорошо, что мы сегодня выиграли. Девчонок просил, установка была неважной, будет какой счет, чтобы вы не расслаблялись. Спасибо им большое, что они не расслаблялись. Сегодня присутствовало много болельщиков. Они посмотрели тоже, что мы можем показать на сегодняшний день, какую игру. Я считаю, что у нас неплохо сегодня получилось. Плюс все девчонки выходили из замены, кто ей помогал. И все старались, у всех получалось. За это им большое спасибо. Не могли мы пройти мимо руководителя гумельской команды Александра Юрьевича Пахтусова. Хочу поблагодарить Конопливича Владимира за приглашение нас на этот турнир. И вообще руководство поменялось. Мы нашли общий язык. Приятно. Но хочу поблагодарить жемчужину Полесья. Как вы знаете, полкоманды у нас тоже с жемчужиной Полесья. Мозырянки. Мозыр играл против Мозыра, считай, да. Это хочу поблагодарить школу жемчужины Полесья, которая готовит таких игроков. И поставляет команду надежда у нас. Они прижились, уже гамельчанками стали. Ну и еще желаю жемчужине достойно выступить в чемпионате высшая лига. А мы будем стараться и болеть за нее. Ну, первый тур у нас. Мы только первый раз сыграли. Как говорят, блин комом. Ну, надеемся, что будем дальше еще сражаться и играть. Хочу поблагодарить свою команду, которая сражалась с командой жемчужина. Не растерялись. Ну, как-то получилось. Ну, будем стараться. Как мы уже сказали, гамельская надежда под руководством главного тренера Евгения Вячеславовна Французовой заняла третье место. Второе место осталось за Брянском, который в завершающем матче турнира уступил нашей жемчужине Полесье. Со счетом 2-3. Первая партия осталась за Мозырянками 25-14. Вторую взяли гости 25-13. Они же вышли вперед 25-18, но в четвертой партии жемчужина достала оппонента 25-19, а оставив за собой тайбрейк 15-8. Забоевала и первое место на турнире, которое можно считать генеральной репетицией к 34-му чемпионату Республики Беларусь Высшей Лиги. Прежде всего я хочу начать со слов, что этот турнир приурочен государственному празднику, такому как День народного единства. Этот праздник имеет богатый духовный смысл, потому что он заставляет нашу современную молодежь ценить и уважать подвиг наших предков. Поэтому мы приурочили этот турнир к этому дню. Участниками нашими являются команды из Российской Федерации и наши соседи, скажем таки, из города Гомеля. В принципе, для предсезонного турнира он уже не первый. Достаточно этих команд, чтобы опробовать еще раз свои силы, попробовать состав. И еще раз хочется поблагодарить команды, которые приняли наше приглашение, приехали к нам на нашу родную землю для участия в этом турнире. Отметим на этой неделе участие нашей второй команды с дюшер «Жемчужина-Полесия» под рукостом Ильи Николаевича Шпаковского в волейбольном турнире «Талант-2024» среди команд возрастной категории 2005-2010 года рождения. Предварим стартовый тур чемпионата страны высшей лиги, в котором встречаются «Прибужья-Искра», «Коммунальникам ГУ» «Лилея», «Ргор-2008» «Атлант». Ну и главный для нас матч первого тура состоится в деревне Большой Тростенец, улица «Молодежная-1», спортивный зал волейбольного клуба «Минск». В 5 часов вечера сойдутся «Минчанка-2», «Жемчужина-Полесия». Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, приглашаем вас на волейбол в 2024-м. В 2025-м году он будет воистину «Жемчужным». И на сегодня это все. С вами было «Волейбольное обозрение» Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова